Я вижу определенное влияние, и я знаю, что огромное количество людей, христиан и христианок, многие из соображения семьи прошли процедуру обращения в иудаизм. Поэтому я хочу на нашей сегодняшней и завтрашней лекции затронуть этот вопрос. На первой лекции мы поговорим с вами о том, что Тора говорит, не только о Торе, но и о пророке, говорит по поводу обращения. А на завтрашней лекции мы поговорим, что Иисус и апостол Павел думают по этому вопросу. Договорились? Хорошо. Давайте мы разберемся с тем, что из себя представляет само слово гиур не на основании той современной традиции и трактовки, которая может подаваться, а давайте обратимся к истокам. Посмотрим заповедь, которую мы сегодня все хорошо знаем и пытаемся чтить. «Помни день субботний, чтобы святить его, шесть дней работы и делай всякие дела твои, а день седьмой, суббота, Господу Богу твоему, не делай воны никакого дела». И вот дальше перечисляется. «Ни сын твой, ни ты, ни сын твой, ни дочь твоя, ни раб твой, ни рабыня твоя, ни скот твой, ни пришелец, который в жилищах твоих». Понимаете? «Пришелец, который в жилищах твоих». Чтобы не загружать вас еврейскими буквами, если вы таковых не знаете, я вам напишу это слово «гер». Вот это очень ключевое слово «гер» – пришелец. И от слова «гер», вот этого еврейского слова «гер», которое, ну, будем так говорить, встречается впервые у Моисея, у нас появляется слово «гиюр». То есть это два однокоренных слова. Хотя, конечно, мы с вами будем говорить о том, что то, что написано в Торе по отношению к неевреям и то, что написано, то, что сегодня происходит в практике иудаизма по отношению к неевреям, это, как говорят в Одессе, две большие разницы. Частично это обусловлено определенными историческими процессами, которые происходили, ну, будем так говорить, две тысячи лет. В разных странах по-разному. Ну, например, Киевская Русь, а потом Русь Московская, естественно, были весьма дискриминационными государствами. Известный указ князя Владимира по поводу межнациональных браков звучал так. «А коли кто с жидовкою, а либо сурманкою, блуд сотворит, тому головы да не сносить». Понимаете? То есть, в словах первого христианского правителя Киевской Руси межнациональный брак вообще не рассматривался браком, а рассматривался блудом. До 1905 года заключение брачного союза между евреем и нееврейкой, или еврейкой и неевреем, на территории Российской империи. Могло быть только сделано в том случае, если еврей или еврейка примут православие. При этом, как мы знаем, национальная дискриминация, стереотипизация и прочие свинцовые мерзости бытового антисемитизма на этом не заканчивалась. Но, по крайней мере, законы Российской империи, которая воспринимала себя исключительно как православное государство, не преследовали крещенного еврея. В Византии все было намного еще хуже. Например, еще Иоанн Златоуст описывал синагогу как место блуда, разврата и злейших оргий. Ну, это была абсолютная клевета. Любой человек, заходящий в традиционную синагогу, во-первых, понимает, что там есть два абсолютно различных отделения для женщин и мужчин. И мужчины обычно находятся либо ближе, либо на первом этаже. Связано это прежде всего с тем, что в иудаизме уже того периода достаточно четко разделялось количество заповедей, которые должен исполнять мужчина, и количество заповедей, которые должна была исполнять женщина. Поэтому, кстати говоря, женщине гиюр совершить чуть-чуть полегче. Но не об этом сейчас, собственно, разговор. После огненных клеветнических стрел Иоанна Златоуста в адрес евреев, а это клеветничество, кстати говоря, было связано с тем, что многие христиане византийцы, прежде всего греки, любили захаживать в синагогу и послушать раввина, что он проповедует из Торы по субботам, а потом они приходили в свои православные византийские церкви и задавали священникам неудобные вопросы. Ну, естественно, это вызвало бурю протеста и негодования. Понятно, какие вопросы были неудобные, правда? Это прежде всего заповедь номер 2, которая не соблюдалась в православной церкви. Заповедь номер 4, да? Это все были неудобные вопросы. Поэтому Иоанн, которого все считали, что уста золотые, на самом деле решил исполниться духом клеветничества, написал трактат против иудеев, ну и, соответственно, решил использовать ложь. То есть, нарушил тем самым заповедь номер 9. Не лжесвидетельствовать. Результатом подобного выступления была серия законов и указов, в которых категорическим образом запрещалась для евреев всякая, ну, если говорить современным христианским языком, миссионерская работа. То есть, если какой-то раввин обращал в иудаизм нееврея, то его, естественно, отсекали голову. Вот. Подобные же законы стали появляться и в Западной Европе. Потому что фактически католические миссионеры, которые пытались нести прежде всего варварам, германцам свет Евангелия, они пользовались весьма интересными методами. Самым излюбленным приемом проповеди евангельской в V-VI веках в Западной Европе – это было принесение в город святых мощей. Ну и предлагалось к этим мощам приложиться, дабы исцелиться. Ну и, естественно, если приложение к святым мощам исцеляло, соответственно, ну тогда вот Христос – это сильный Бог, вот принимайте его, оставляйте свое язычество и так далее. Ну, естественно, всякий еврей, чтущий законы Торы, прекрасно понимал, насколько подобная практика является мерзостью в глазах Божьих, о чем пишет книга Левит, книга Чисел. Ну и некоторые евреи, которые жили в тех городах уже не первое столетие, а варвары разные там приходили, уходили. Я, например, сейчас вспоминаю известную историю, которая происходила в городе Ндамвара. Это северная часть Пиренейского полуострова на границе Франции и Испании. И там, как говорится, принесли эти мощи, носили их, носили, там кусок пальца Иоанна Крестителя, в частности, ходил. Вот, еще какая-то рака с каким-то святым. И один известный богатый еврей, семья которого проживала в этом городе даже раньше, чем франки, это германские варварские племена, которые завоевали Европу в 5-6 веке. То есть евреи жили там до того. Франки обосновались. Там у них, там король, значит, франкский король Хлодвиг обратился в христианство, он, естественно, начал звать в свою, как говорится, парафию всех прилатов и других проповедников, чтобы нести, в кавычках, свет Христов своим подданным. Ну, а на тех местах, где франки-то пришли и стали только обосновываться, люди-то жили давно, там были кельтские племена, где-то галлы, где-то другие коренные народы, да, где-то баски. Вот, их, значит, франки немножко поработили. Ну, и евреи там жили. Вот, и, как говорится, работники у этого богатого еврея спрашивают хозяина, слушай, идут на площади навары, выставили раку с мощами, говорят, приложитесь, поцелуйте, исцелитесь. А этот еврей говорит, он сам себе помочь не мог, вы думаете, что он вам поможет? И вот за эту фразу епископ написал королю огромную петицию с требованием немедленно приструнить распоясавшихся евреев, которые мешают проповеди Евангелия. Ну, и вышли соответствующие тоже законы. В общем, в результате всего этого я долго рассказывать здесь не буду, всю эту историю, разные исторические примеры. Скажу лишь одно. Где-то к 7-8 веку выработалось такое жесткое правило, при котором, если не еврей хотел обратиться в удаизм, то ему нужно было пройти такой жесткий курс отбора и потом иметь дискуссию с тремя различными раввинами и убедить их и так далее, потому что как раз это была связана дискуссия с тремя раввинами, с тем, чтобы не подставить одного человека. Потому что, опять же, если какой-то христианин вдруг принял ересь жидовскую, то все. Это евреям в городе головы не сносить. Раввину в первую очередь. Понимаете? То есть это были, к сожалению, вот такие вот, ну, будем так говорить, неравные условия. То есть это не было интеллектуальная такая вот дискуссия на основании каких-то общих принципов. Это не был какой-то такой библейский диспут. Это было конкретное вмешательство государства, которое стояло очень четко и занимало одну сторону. Ну, и государство, которое, ну, в общем-то, наказывало одних людей за то, что другие люди сделали какой-то выбор в их пользу. Ну, вот, вместо того, чтобы пересмотреть, а что христианство делает не так, что вот у людей возникает интерес и вопросы. На какие вопросы христианство замалчивает ответы? Понимаете? То есть это была обстановочка такая. И то, что вы можете услышать по отношению к вопросу обращения в иудаизм со стороны традиционного ортодоксального раввина, вот, это продиктовано вот этими вот историческими условиями, примеры которых я вам приводил. о том, что я хочу, чтобы мы обратились к Священному Писанию и увидели, а что по этому поводу учит нас Священное Писание. Итак, вернемся к Библии, вернемся к книге Исход и посмотрим некоторые интересные факты. Давайте увидим, например, такой факт. Вот у нас последняя ночь после излития девяти египетских язв. История, когда фараон в конце концов после девяти казней на последнюю казнь, то есть смерть первенца дает, наконец, разрешение израильскому народу выйти. И вот 38 текст нам говорит, Исход 12 глава. «И множество разноплеменных людей вышли с ними, и мелкий, и крупный скот». С кеми с ними? 37. «И отправились сыны Израилевы». То есть у нас есть, давайте внимательно смотреть на этот текст в контексте историческом. Что такое сыны Израилевы? Что такое Израиль? Это Яков. Да, это непосредственно потомки Якова. То есть Якова было 12 сыновей, их всего было 70, как они вошли в Египет, и они чрезвычайно размножились. И мы знаем на основании книги чисел, что вышло из Египта как минимум мужчин сколько? Сколько полмиллиона? 600 с чем-то, да? Это только мужчин. Значит, сколько там было всего народу? Топару миллиона. Вы можете себе представить, да? Смотрите. А сколько они были в Египте, давайте? Не 400. 230. Правильно? То есть, если мы берем отсчет 400 лет от Адабрама, непосредственно от момента входа в Египет, 230. Ну, четвертое. От 70 до полмиллиона за 230 лет? Да, да, спасибо. При том, что был издан жесткий указ уничтожения всех младенцев, мужеского пола. Как? А вот в том-то и дело, что, оказывается, было таки много разноплеменных людей. Я к чему об этом говорю, друзья мои? Я говорю это к тому, что сыны Израиля, Израиль, как народ Божий, никогда, вот с самого момента, фактически мы с вами, читая, начиная с исход, 12 глава, заканчивая исход, 24 глава, мы видим с вами формирование народа. До этого это была семья. Понимаете? Авраам, Исаак, Яков. Это все была семья. А здесь у нас новый исторический этап. Это уже народ. народ. И вот этот народ, он не формируется по национально-генетическому принципу. Понимаете? Часто люди не понимают, сколько мне приходится слышать откровенного вздора. вздора. Это вздор, друзья мои, когда мне говорят о том, что в Ветхом Завете Бог какую-то группу людей, какую-то национальность избрал, а в Новом Завете вот они проштрафились и перестали быть избранными. Я еще раз говорю, это вздор, это не по Библии. Бог никогда с самого начала не избирал никого по национальному признаку. Бог никогда не ставил целью сказать, еврея я люблю, а украинца я не люблю. Бог ставил совершенно другие критерии. Вот эта вот идея еврейской крови, знаете, где она впервые возникает? Она впервые возникает в средневековой Испании. Евреи живут в Испании, жили в Испании, начиная с 3-го точно века до нашей эры до 1492 года. Это был указ, специальный указ там Фердинанда и Изабелла. Что в это время происходило на Пиренейском полуострове? Вы знаете, как Пиренейский полуостров называется в Библии? Таршиш, фарсист по-русски. А проживали на нем разные народы проходили туда. Сначала, опять же, кто-то местные коренные, скорее всего, кельтского происхождения, язычник. Потом туда пришли римляне, потом туда пришли вандалы, потом туда пришли вестготы, понимаете? А евреи попали на Пиренейский полуостров. Ну, исторически об этом написано в 40-й главе книги пророка Еремии и в 25-й главе 4-й книги царств. Это речь идет о том, что после Вавилона, когда Навуходоносор разрушил первый храм и сжег Иерусалим, то был назначен некий гадоле губернатором, и было достаточно много народа земли, в основном из бедняков, которых Навуходоносор не стал забирать в Вавилон. Подробнее вы можете эту всю историю у Еремии прочитать. Это Еремия с 40-й по 42-й урую главы. И вот там произошло восстание. Там был некий Исмаил сын Ханании, который убил Гадолию, а потом был некий скорее всего там военачальник, которого поставили для того, чтобы он следил за порядком. Иоанн, сын Корея, вот так в русской синодальной он называется, он перепугался, несмотря на увещевание Еремии, он таки приказал всему народу из страха перед тем, что придет опять Навуходоносор, он приказал всему народу собираться и уходить в Египет. И вот это вот, это очень важный момент, друзья мои, вот это вот событие, которое описано у нас очень детально, вот серьезные переживания, понимаете, пророк Еремия так говорил пламенно от имени Бога и обещал, и говорил, не уходите в Египет, все равно не послушались. И взяли Еремия, в общем-то, умер там в Египте. Но вот это событие, оно образовывает новый термин. Мы о нем будем завтра подробнее говорить. Этот термин называется диаспора. Что такое диаспора, вы, я надеюсь, понимаете, да? Есть украинская диаспора в Кливленде, в Чикаго, в основном это выходцы из Западной Украины, таких, кто переехал в Америку в 30-е годы, их называют, у них такое прозвище Баняки. Вот. Это украинская диаспора. Вот. Есть еврейская диаспора в Нью-Йорке, в Сан-Франциско, ну, то есть диаспора. Вот. То есть, вот когда образовывается диаспора, извините, когда вот это описано в книге Иеремии с 40-й по 42-й главы, вот это образование диаспоры. Это очень важно, потому что многое меняется в жизни еврейского народа. Многие вещи, которые написаны в Торе, евреи, проживающие в диаспоре, он выполнить не может. Ну, я вам покажу пример. Исход 23-я глава. Да, смотрите. 17-й текст. Три раза в году должен являться весь мужеский пол твой перед лицом владыки Господа. Да? Но если ты живешь в Галилее, ты это можешь делать. А если ты живешь уже в Торшише, а перелет через Средиземное море, вот, среднее время, да, перелет Париж-Тель-Авив сегодня, это пять часов, это 2500 километров. Это приличное расстояние. и оттуда прийти три раза в год? Вы понимаете, какие реалии исторические складываются? Вот почему Еремея говорил, не ходите в Египет, не ходите в Египет, потому что те, кто ушли в Египет, понимаете, те, кто пошли в Вавилон, из них, по крайней мере, часть вернулась. А те, кто пошли с Еремией, увели Еремея в Египет с этим Яном, сыном Карем, они не вернулись. Они не вернулись, они никогда не возвращались обратно. Поэтому мы знаем такие имена известных мыслителей первого века, как Филон Александрийский. А вот, например, в Библии есть Варнава. Знаете, откуда Варнава? Он левит, киприянин, он с Кипра. Понимаете, это огромный директор. Если мы не знаем, что такое еврейская диаспора, для нас книга Деяния апостолов это закрытая книга. Это определенные реальности. И вот, возвращаясь к ситуации, евреи из Египта пошли дальше, к Киринаику. А что такое Киринаика, знаете? Ливия, правильно. вот это вот Деяния 11 глава говорит, что были киринейцы. Из Киринаики дальше попадают в Фарсис. Это вот как раз и поселились там. А Пиринейский полуостров, я вам говорю, это проходной двор. Особенно вот когда начала разваливаться Римская империя, это был проходной двор для варваров, которые пытались пройти на Северную Африку. Вандалы прошли, Вестгот и все это. А евреи себе там уже обосновались. Они живут там, жили там намного дольше, чем то население, которое христианское стало, которое пришло на этот Пиринейский полуостров. Понимаете? такой парадокс. Из коренного населения Пиринейского полуострова сегодня есть только одна группа баски. А так уже там все помешано-перемешано с Северной Европы приходили. Понимаете, какая история? И что происходит? Дальше Вестготы, а после них рабы. Большая часть Пиринейского полуострова делается часть, это был такой Кордовский Эмиран. Мы евреи при арабах живут. А что происходит? Вот это вот смешение народов и вандалы, и визгот, и арабы, и кого хотите. Всегда находятся люди, которые обращались в иудаизм. Вот в этом всем хаосе это арианское христианство, эллинистическое, неэллинистическое язычество, ислам, иудаизм, он стоял довольно так стабильно. Он не менялся, он оставался. И это привлекало определенную категорию людей. И поэтому испанских евреев там по крови как-то назвать. Это невозможно. Вот. Ну, в общем, к 13, будем так говорить, 14, 15 векам наступает кризис на Пиренеях. Приходит к власти династия Аль-Махадов, такая марокканская очень агрессивная, вот такая экстремистская там, устанавливает там всякие шариаты и прочие вещи. И среди населения начинается протест. Протест. И этот протест выливается к тому, что христианские короли, которые имеют свои базы на севере полуострова, начинают реконкисту. И евреи помогают им, потому что евреи находятся в разных городах, они имеют установленные, установившиеся связи, занимают должности, поэтому очень часто королей приглашают евреи, открывают им города, дают им ключи от города, все. Ну, в общем, устанавливается в конце концов королевство Испания. Евреям говорят, вы не можете теперь занимать государственные должности, потому что вы не христиане. По-разному была реакция. У очень многих они сказали, окей, мы станем христианами. они стали христианами и они опять начали занимать должности, а это вызывает уже внутренний протест у местного населения. Соответственно, король решает вызвать инквизицию. И чего они делать начинают? Они начинают этих евреев арестовывать, которые стали христианами, арестовывать и пытать, чтобы те под пытками сказали, а мы не искренне обратились в христианство. Понимаете? Их потом на костер. Понимаете? То есть, вот чему я это говорю? Я это опять же говорю к тому, что многие вещи, которые сегодня учат в синагогах, многие вещи, которые мы сегодня говорим, о, почему евреи не принимают и так далее. Есть определенные исторические обусловленности, которые, то есть, прошло 2000 лет с момента того, что мы читаем в Евангелиях и того, что мы имеем сейчас. Вот. Поэтому терминология здесь будет разная. И поэтому, как говорится, нам нужно понимать, вот у нас буква Библии, а вот как сегодняшний человек мыслит. Особенно, если мы говорим евреи, он не мыслит по букве Библии. Понимаете? Он мыслит с огромным вот этим историческим багажом. И если мы хотим понять, что, собственно говоря, происходит, ну, немножко надо этот багаж понимать. Иначе будет моя твоя не понимаю. Я вам расскажу историю на этот счет. Часто самая большая проблема, когда мы разговариваем друг с другом, нам желательно моя твоя понимать. я преподавал, у нас есть в нашем центре шалом магистерская программа, которую мы проводим на английском языке. и значит, ребята мне говорят, ты нас отпусти сегодня пораньше. А что? А у нас супер болл. Вы слышали такой термин? Это очень хорошо. Это про что? это про американский футбол. Это супер кубок американского футбола. Хорошо. Они говорят супер, ну я чуть-чуть знаю, но мне это, я абсолютно в этих делах не понимаю. Этот американский футбол, у одного американца, моего друга, была жена румынка, приехала с Румынией, видит этих футболистов, играющих, говорит, что это за космонавты за каким-то яйцом бегают. Вот. Ну и соответственно сидит с нами этот, еще один преподаватель, ну вы знаете, Ришара Элафера, он же европеец. Он слышит от этого американца супербол и спрашивает, что такое? Ну, этот американец, как ты не понимаешь, что такое супербол? Как ты не понимаешь, что такое супербол? Ну, у меня мой друг, второй канадец, который как бы немножко шире смотрит на вещи, он тогда этому американцу говорит, а ты, как ты не смотришь супербол? Для него необычно. Думает, что все смотрят супербол. Он говорит ему по-английски, а ты говорит этому американцу, когда-нибудь World Cup смотрел, это про что? Это про футбол! Это про наш! Еще команда Днепро есть у нас или нет? Еще есть? Ну, слава Богу. Я тоже, понимаете, великий смотритель. Последний раз я видел, как Динамо Киев, не, это был как раз Днепропетровский Днепр, который выиграл кубок кубков. Да, 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 вы понимаете, как я понимаю, что я понимаю в футболе. Вот, но по крайней мере я хоть что-то понимаю. А этот смотрит, ну, в общем, этот его говорит, ты смотришь этот World Cup, а тот американец на него такие глаза, а что это такое? Я говорю, вот вам хороший пример, что такое моя твоя не понимаю. Совершенно два разных футбола и моя твоя не понимаю. американец не может понять, как это в Европе не смотрят этот американский футбол. А сам естественно тоже не разберут. Понимаете? То есть когда мы сталкиваемся с людьми, да, вот это, вот почему я вам потратил столько времени уже для того, чтобы рассказать чуть-чуть из истории, не для того, чтобы показать, кто прав здесь, кто виноват. Хотя, извините, я думаю, что вы видите определенную позицию, которую в средние века занимала христианская церковь, а конкретнее католическая, ну хотя не только католическая, мы говорили за Византию, а там и православная церковь, понимаете? то есть мы видим это, но суть в том, что надо понимать, как люди видят этот вопрос. И вот когда часто начинают употреблять, а, мне надо замуж, мне надо пройти гиюр, человек не понимает, что за всем, как говорится, этим стоит. зачастую вот фактор замужества, а там все остальное разберемся, как дальше будет. Ну вот, а на самом же деле в Библии очень четкий подход. Вот так, почему я говорю, возвращаюсь вот к этому моменту, я вот именно в Испании в 15-16 веке вот в расцвет испанской инквизиции появляется впервые термин еврейская кровь. До этого не было. До этого не было проблем. То есть, это в Испании начали проверять, ага, на должность такую-то его берут, а у него есть еврейская кровь. если почитать, до абсурда доходят, когда становился вопрос назначения епископа, проверяли, нет ли у него еврейской крови. Вы видите? Вот, как говорится, история средних веков, это театр абсурда, который нужно немножко понимать. Вот. А на самом-то деле, вернемся, исход 12-я глава. Вот с чего начинается-то израильский народ. С множества разноплеменных людей, которые решили выйти из Египта А за просто так ли они могли выйти из Египта. Смотрите, давайте смотреть, давайте смотреть, вот у нас написано, вот, написано так, Агнец должен быть у вас без порока, мужеского пола, однолетний, пусть заколит, пусть он хранится у вас до 14-го дня сего месяца, тогда пусть заколит его что? Кто? что написано? Все собрание общества израильского, то есть о ком здесь говорится? Агнца должно заколать все собрание общества израильского, хорошо. И дальше мы знаем, почему заколать. Нужно кровь на косяки и дальше объяснение 12-я глава. А я, 12-й стих, извините, 12-я глава, а я всю самую ночь пройду по земле египетской и поражу всякого первенца в земле египетской. И будет у вас кровь на домах, где вы находитесь, я увижу кровь и не пройду мимо вас и не будет между вами язвы губительной. Так если закалывает общество израильское и ест общество израильское, то тогда как могли разноплеменные люди выйти вместе с израилитами. Ответ простой. Читаем дальше, что у нас написано исход 12-я глава 43-й текст. «И сказал Господь Моисей Иерона, вот устав Пасхи, никакой иноплеменник не будет есть ее». Дальше. «Если же 48-й текст поселится у тебя пришелец и захочет совершить Пасху Господню, то обрежь у него всех мужского пола, и тогда он приступит к совершению ее и будет как природный житель земли, а никакой не обрезанной не должен ее есть. Один закон будет для природного жителя и для пришельца, поселившегося между вами». Видите, какая интересная вещь. Сейчас я вам покажу еще некоторые термины. Итак, первый термин, который встречается, это иноплеменник. Иноплеменник на иврите будет нохри. Нохри. Вот это первое слово. Второе слово, если поселится пришелец. Вот это впервые. Вы заметили, я вам прочитал заповедь о субботе, там встретилось слово пришелец. Но первое слово пришелец, гер, оно встречается именно исход 12.48. И потом написано будет как природный житель земли. Эзрах. Три слова. Три слова, которые употребляются у нас здесь. Нохри. Это переводится как иноземь, иноплеменник. иноплеменник гер, пришелец, и эзрах природный. Понимаете? То есть вот это вот три термина. И вот это слово эзрах, оно интересное. В библейском иврите природный житель, это вот слово эзрах означает природный житель. На современном иврите эзрах означает гражданин. То есть у него паспорт есть. На иврите говорят даркон. Так? Ну здесь, как говорится, есть определенная аналогия аналогия звучит так. Фактически, если мы проживаем в какой-то стране, у нас есть, ну будем так говорить, три основных юридических статуса. Мы либо граждане страны, либо мы имеем вид на жительство, а либо мы туристы по гостевой, да? Понимаете? То есть ничего нового современное общество не придумало. Только лишь все зависит. Например, чтобы попасть и стать и получить вид на жительство в Канаду, предположим, то надо теоретически это делалось, разные меняются, надо заполнить анкетку, в анкетке указать свои квалификации и прочее, прочее, и можно оказаться среди удачливых, кому выдадут разрешение на въезд и работу, ну а потом прожив определенное количество времени, сдав экзамен на гражданство, стаешь гражданином. Каждой страны есть свои критерии. Каждой страны есть свои критерии. Я знаю, у меня есть один мой хороший друг, который пастор, он в принципе родился в Казахстане и жил всю жизнь в Казахстане, но родители его уроженцы Черновицкой области еще там при Советском Союзе, ну оказывается, он всегда был в Алма-Ате там пастором, потом я раз приезжаю в Киев, смотрю, вижу его, ты что здесь делаешь, а я теперь здесь живу, ну он мне рассказал процесс, что он решил вернуться на родину своих родителей, то есть надо было принести в миграционную службу какие-то доказательства мест, то есть все, сейчас он как бы сменил свое гражданство с казахстанского на украинское. В Библии тоже есть, оказывается, критерии. Вот я вам сейчас покажу другую диаграмму, смотрите, я нарисую концентрические круги, вот так и вот так. Фактически вот на этом внешнем круге вот на этом внешнем круге находится Нохри, дальше следующая ступень это Герр, и дальше следующая ступень это Эзрах. И посмотрите, какая интересная получается вещь, что Бог хочет. Бог желает, чтобы всякий Нохри прошел путь от своего Нохри до Эзрах. Давайте посмотрим понемножку на примере, что такое Нохри. Нохри купец. Он пришел в Израиль с караваном, он привез какую-то парчу, он себе сорендовал площадочку, поставил себе шатер, и этой парчой торгует на базаре. Тут же он проживает. Ну, и, как говорится, что ему можно на это сказать? Если у него в домике, вот в этой палаточке, есть какой-то там идол, которому он поклоняется, к нему не может быть никаких претензий, потому что Нохри. Понимаете? Ну, понятно, он не должен убивать, он не должен совершать какое-то преступление, он не может там выйти рядом со своей палаточкой, поставить огроменного идола и начинать его на территории Израиля публично поклоняться, понимаете? Но в принципе к нему больше претензий быть не может. Ну, представим себе, зашел к этому Нохри покупатель израилит. Слово за слово я у тебя хочу постоянным быть клиентом, я вот имею швейное дело, привези мне, пожалуйста, свою парчу, в общем, так далее, так далее. Ну, хорошо, давай договоримся завтра. Нет, извините, завтра не могу. А почему завтра не можешь? А завтра шаббат. А что ты делаешь в шаббат? А я почитаю Бога, который сотворил небо и землю. Хочешь о нем больше узнать? Пойдем посмотрим, как проходит жертва всесожжения. Вот через месяц праздник будет там сукот. У нас будет великое веселье. Закрой свой палатка, потому что к тебе все равно покупатели не придут. Проведи время с моей семьей, мы тебе покажем, расскажем. В общем, этот нохри провел так месяц с этим израилитом, задумался, говорит, что вот это я всю жизнь верил каким-то неизвестно каким башкам, зачем мне это надо? я теперь понял и вижу, как написано в Торе, кто сотворил небо и землю. Я хочу ему служить. Вы понимаете, что дальше ему надо делать? Дальше ему надо, он может стать пришельцем. А что нужно для того, чтобы пришельцем стать? В отличие от США и Канады, которые ставят определенные требования и так далее, и так далее, потому что у них тоже невозможно, чтобы весь мир приехал и переселился в Америку. Это нереально. Поэтому они все эти западные страны ставят определенные требования, их надо выполнить и все. То есть вот соответственно они ограничивают, Бог никого не ограничивает, и пришелец, который в живущих твоих. Все. То есть если человек решил, что он хочет служить Богу Творцу, то мы знаем, как поклоняться Богу Творцу. Шаббат это то, как мы заявляем, что мы верим, что есть Бог, который нас сотворил, а не то, что мы произошли из каких-то там обезьян бесхвостых. Вот. Поэтому вот это как человек переходит из состояния иноземец в состояние пришелец. А что он дальше может делать? Ну, были в Израиле пришельцы, которые были постоянно. Вот знаете, например, вот гаванитяне. Им был выдан статус пришельцев по одной простой причине. Там не в клятве дело. Дело в том, что когда наступает следующий этап. Обратите внимание, если мы вернемся к исход 12 глава, здесь такая одна маленькая деталь, которая очень существенна. Смотрите, что написано. Скажите всему обществу Израилю, в десятый день сего месяца, пусть возьмут себе каждый одного агнца по семействам. Друзья мои, что такое по семействам в том контексте? У меня есть хорошие друзья по фамилии Безманы. У них семейство составляет 250 душ. Ну, 8 братьев, которые первое поколение, а у этих братьев есть дети и внуки и даже правнуки. Это семейство, то есть семейство большое. Клан, понимаете? Когда они говорят о семействах, они говорят вот таким образом. А тут написано «Если семейство мало, то пусть возьмет соседом своим к дому своему по часу душ». А что значит семейство мало? В то время? Я вам скажу, что значит семейство мало. Это значит, что есть какое-то семейство египтян, которые мы с вами прочитали. Вот. Что нужно им было сделать? Для этого объявляли первого Ниссана, потом хранится до десяти. То есть достаточно времени. А для этого еще девять казней было, чтобы у народа египетского было чуть-чуть подумать и сделать выбор. То есть это для тех разноплеменных людей, которые выходили из Египта, это было не на последней язве. Понимаете? Бог специально делал эти девять казней. Он это делал не для того, чтобы поиздеваться над египтянами и устроить им геноцид, как об этом пишет дьякон Андрей Кураев в своей книжке «Как делаются антисемитам». Бог это делал для того, чтобы у египтян тут вот что-то возникло, а потом тут возникло. И тогда этим египтянам было уже соответственно повеление обреж мужского пола. Но понятно, что египтяне жили своими кланами. И я абсолютно уверен, что когда вот эта вот весть от Бога через казни египетские зазвучала, то вот не было единства в этих семьях. И поэтому их нужно было пристроить как-то. Вот те, которые отделились там люди, может муж, жена, дети, понимаете? Братья их прокляли. Понимаете? Они отделились. Их нужно было как-то пристроить. И Бог тогда повелевает израилитам, вы примите своих соседей к себе. Примите своих соседей к себе. И вот поэтому происходит вот этот процесс усыновления. Они же каждый по коленам распределены. То есть колено идет от конкретного сына. то есть они все генетически родственные. Вот момент, когда нужно было выходить, колено усыновляли своих соседей неевреев и они становились равноправными членами колена. А теперь дальше смотрите. Приходят они в землю. что Иисус Навин делает и даже при Моисее. Как земля распределяется? По жребию. По жребию. То есть ты не знаешь, ты не можешь прийти, а мне там вот пожалуйста выделите участочек в районе озера Кинеры, там я буду манговую ферму делать. Не-не-не, по жребию. Извините, у кого-то участочек в районе озера Кинеры, а кому-то почему-то достается участочек в районе пустыни Негев. Это же должно быть по справедливости. То есть делалось по жребию, все складывалось в общий котел и Бог распределял. Смотрите, написано про Ра в блудницу, помните? И живет Ра в блуднице до сегодня. Что она сделала? Сколько их там было? Там могло быть, ты спаси всех, моих братьев, сестер. Я вас уверяю, там было человек 150, не меньше. Но там не стоял вопрос, оставьте ко мне, пожалуйста, нашу фамильную землю возле Ерихона. А там возле Ерихона источничек был. Он хороший, там сейчас проезжаешь туда, там фрукты хорошие, самый вкус. Вот в том районе Ерихоне отменные апельсины, бананы растут, понимаете, все. Вот, не-не, я живу, написано, живет среди Израиля. То есть, если ты хочешь прийти к Богу, если ты хочешь таки стать частью израильского народа, то ты, пожалуйста, перемешайся. Перемешайся. Тут нисколько переехать, перемешайся. Вот это очень важный момент. А гаванитянам свои дома в Гаваоне нравились. Они поэтому решили союз заключить. Они пошли вот таким вот путем. Ну и поэтому окей, ребята, если вы хотите продолжать жить в ваших домах, поэтому вы заключили с нами союз, да еще и соврали, что вы из далекой страны, а вы не из далекой страны, теперь вы вынуждаете Иусуса Новина в исполнении союзнических обязательств вступать в дополнительное кровопролитие, ну то будьте добры, вы-то живете в своих домах, то есть у них была четкая очерченная территория, вот поэтому они были пришельцами, чтобы им не стать пришельцами, им нужно было отказаться, то есть вот то, что им в Ханане принадлежало, надо было в общий котел сдать и по Божьему жребию получить, они не хотели, у них квартиры были хорошие, понимаете, то есть что мы сейчас с вами рассказываем, мы с вами рассказываем вот этот вот, вот то, что я вам здесь показываю этим концентрическими кругами, где у нас вот такая стрелочка, это процесс гиюра, вот это что такое гиюр по Библии, друзья, мы, это когда человек хочет присоединиться к народу Божьему, он проходит этот путь от иноземца, кстати говоря, разные законы, вот, например, иноземцу можно давать в рост, а если ты уже пришелец или израх, не надо в рост, ну, тоже не надо злоупотреблять, речь идет не про бизнес, сегодня, ну, я не знаю, есть ли такая система где-нибудь в Европе, но в Нью-Йорке, где ортодоксальная еврейская община есть, то там есть банки, он тебе может выдать, если ты попал в беду, надо, ну, попал в беду, надо отравина справочку взять, что действительно ты, ну, не врешь там, все, описываешь свое положение, все, можно там тысячу долларов взять без процентов, допустим, на 12 или 16 месяцев или сколько, то есть небольшие суммы, но без процентов, это работает, а если ты иноземец, ты не имеешь такой привилегии, причем Бог хочет именно чтобы весь мир становился, вот этот путь, который я нарисовал вам стрелочкой, Бог хочет, чтобы все проходили, вот смотрите, исход 21 глава, смотрите, с чего начин-то, если купишь раба еврея, пусть он работает 6 лет, а в 7 пусть выйдет на волю даром, понимаете, это раб еврей, то есть, что это за купишь раба еврея, в Израиле у нас четко написано в той же главе, кто украдет человека и продаст ему смертная казнь, похищение людей с целью продавания их, продажи их в рабство, это преступление, за которое положена высшая мера наказания, то есть, вот то, что творили англичане в Африке, когда они отлавливали африканцев, садили их, как даже хуже скотины на корабль, и перевозили их через Атлантический океан, чтобы те работали на тростниковых сахарных этих плантациях, и это не то рабство, которое написано у нас в Торе, в Торе что значит купишь, ну, по-разному бывает, ну, если откроем, например, даже такое, воровство, да, кто украл вола, сколько надо отдать, пять волов, а знаете, что такое вол, это Мерседеса с класса, то есть, пять Мерседесов с класса, это вам потянет на 1700 долларов, естественно, что делать, в рабство идти, за такие дела, ну, не только это, в долги влезут, в рабство, есть выход, в рабство иди, то есть, вот, естественно, тот, кто тебя покупает, он, естественно, не платит такие суммы, он всегда, это называется, по-английски, пение он и доллар, когда долги скупаются за бесценок, но в этом суть бизнеса, вот, ну, шесть лет работаешь, но потом выходи. Книга Левит, я не буду сейчас открывать, там прямо написано, над своим рабом евреем не господствуй, над иноземцем господствуй, то есть, на иноземца раба не распространяется шесть лет, причем, если вы читаете книгу пророка Иеремии, то там в 34-й главе Бог, это была последняя капля, которая была пределом Божьего терпения, после этого Бог сказал, все, город будет разрушен, это вот за вот эти дела с рабами, что богачи закабаляли людей на больше, больше, чем на шесть лет, потом пришел Новохудоносор, они их подпускали, а потом опять закабаляли, и Бог сказал через ими, и все, говорится, терпение мое кончается. Понимаете? А что же делать бедному рабу, не еврею? Правильно. Хочешь выйти на свободу в шесть лет, есть стимул, изучай Тору, стань евреем. Понимаете? То есть, опять возвращаясь к рисунку, вот когда мы говорим о Ветхом Завете, вот это таким образом выглядит схема обращения человека от иноземца через соблюдение субботы к природному жителю через обрезание и Пасха. То есть, два момента, обратите на символизм. Из состояния иноземца язычника ты станешь пришельцем, если примешь Бога как творца. А принимаем мы Бога как творца только единственным способом. Каким? Суббота. Из пришельца в природные жители ты переходишь таким образом только когда ты первое заключил завет с Богом обрезание. Второе съел пасхального агнца. Символизм пасхального агнца. Павел пишет, я забегая вперед говорю, это завтрашняя тема. А Пасха наша что? Христос закланный за нас. Понимаете? Интересные вещи мы наблюдаем, да? Сначала суббота потом Христос, если говорить христианским языком. А как по-другому? А как по-другому? Давайте подумаем. Давайте подумаем. тут можно двояко мыслить. Можно мыслить, а так что мы пытаемся заслуживать спасения у Христа? Вопрос нет. Мне часто задают этот вопрос, у меня есть друзья евангельские христиане, искренние, хорошие братья, сестры. вот мне один задал вопрос, это было давно, я думал над этим вопросом очень долго. Он говорит, скажи мне, если я не соблюдаю субботу, я спасусь или нет? Как ответить на этот вопрос? Не просто на него ответить, потому что в вопросе вилочка. Смотрите, если я говорю, не спасешься, так что, мы соблюдением субботы спасаемся? Если я говорю, спасешься, а зачем мне тогда суббота? Понимаете, вилочка? Потому что постановка вопроса неправильна. Постановка вопроса звучит у Иисуса совершенно по-другому. Помните, Иоанна, если любите меня, за все понятно. Если, знаете, что, когда Иисус задал вопрос Петру, любишь ли ты меня? Знаете, когда? Прямо перед Вознесением Он задал вопрос Петру, а Петр, сын Иодин, а ты таки любишь меня? А то ты вот это вот все рассказывал, да я, Господи, за тебя, понимаете, в огонь, не воду, обещал, понимаете, уши резал кому-то, а потом вдруг-то я никогда не знал его. Понимаете, к чему я клоню? Естественно, Петр отличается от Иуды. У Иисуса не было возможности спросить, задать тот же самый вопрос Иуде. Иуда сам лишил такой возможности себя, а Петр все-таки что-то понял, что любовь это не просто что-то выговаривание устами и стучание себя в грудь. Любовь это какая-то конкретная жизнь. жизнь. А вот почему сначала суббота, а потом агнец. Сначала суббота ты принимаешь Бога как Творца. Ты принимаешь Бога как авторитет. ну и если ты таки понял, что ты готов принимать Бога как Творца, готов принимать Бога как авторитет, ну тогда заключай завет и Агнса кушай. И тогда ты как природный житель, тогда ты имеешь полнейший гиюр. Понимаете? В принципе-то ничего не изменилось. Возьмем реальную церковную ситуацию, да? Ну, берите так. Допустим, я пастор церкви, я смотрю, подъезжает машина, выходит сестра член церкви, видно в машине сидит ее муж, который довез ее до церкви, ну она пришла, побыла у меня, побыла на богослужении, выходит с богослужения, опять машина подъехала, я так наблюдаю, муж сидит в машине, что-то там курит, ну он сидит и сидит, как говорится, понимаете, это тут именно вопрос такой, знаете, сложный, могу подойти, не могу, не могу же я к нему сразу сходу, а ты знаешь, что курение это грех, не, ну если бы он курил на территории молитвенного дома, я бы его мог вежливо попросить, знаете, у нас здесь не курят, но если он курит в своей машине и не хочет идти на контакт, что я с этим могу делать? Ну проходит так, пару месячишков, машина подъезжает, забирает, забирает, раз, приходит, сидит уже с ней, о, это уже не нахрен, он уже решил прийти в субботу, он уже решил послушать, я наблюдаю, он выходит, садится, затягивается сигаретой, уже не первый раз приходит, не первую субботу, то есть вижу какое-то постоянство, я соответственно уже спрашиваю, а сестричка, я может быть посещу вас как-нибудь на дому, ваш муж будет такое-то время, окей, приходим, пообщались, поговорили, смотрю, человек заинтересован, человек задает вопросы, человек, я уже тогда имею право спросить, тебя как, твоя привычка к курению не напрягает, может быть тебе нужна молитвенная помощь, там сколько шагов там есть, группы, чтобы как-то тебе помочь избавиться от этой зависимости, все, ну помолились, поработали, прошла эта зависимость, бросил курить, человек, понимаете, идет, приходит в класс по подготовке, вот вам и ги-юр, друзья мои, вот вам и ги-юр, ничего не меняется, оно, оно как по Библии, заложено было исход 12 глава, так и осталось, вот почему Исайя 56 глава говорит что-то об иноплеменниках, Смотрите, Исайя 56 глава написано, блажен муж, который это делает, и сын человеческий, который крепко держится, который хранит суббота от осквернения, оберегает руку свою, чтобы не делать никакого зла, да не говорит сын иноплеменника, присоединившегося к Господу, вы понимаете процесс, сын иноплеменника, присоединившийся к Господу, вот, смотрите, шестой текст, от сыновей иноплеменников, присоединившийся к Господу, чтобы служить Ему, любить имя Господа, быть рабами Его, всех хранящих субботу от осквернения и твердо держащихся, что? Завета. Вот вам суббота, вот вам завет, последовательность, я приведу на святую гору мою и обрадую их в доме молитвы моем, всесожжения и жертвы их будут благоприятны в доме моем, на жертвенника моем, ибо дом мой назовется как? Дом молитвы всех народов. Вот это то, что Бог обещает, это то, что Бог хочет. Друзья мои, Бог не спасает никого из язычников, чтобы вы знали. Бог спасает всех, кто совершил гиур, кто совершил вот этот путь. Вот, понимаете? Но, конечно же, есть вопросы. Я думаю, что вопросов много. Куда девались все сожжения на жертвеннике? Что теперь святая гора? И самое главное, а что делать с такими товарищами, как я? Мне и мне же подобным гиур нужен или не нужен? Об этом наша лекция завтра. Гиур у апостола Павла. А сегодня я хочу завершить молитвой. Дорогой Господь, помоги нам всем стремиться к тому, чтобы быть частью Твоего народа. Твоего народа завета. Помоги нам научиться чтить Тебя, принимать Тебя как наивысший авторитет, любить Тебя, соблюдая заповеди Твои. Аминь. Аминь.